Русские националисты в последнее время, как обычно, обосрались. Но вот есть там Сергеев, который хороший и умный, и к его мнению стоит прислушиваться. Все полезли на Украину и просто полностью отдали Россию на растержание Путина и этой ужасной чекистской воровской власти. Они поделились там на ДНР и батальон Азов, и друг друга убивают прекрасно. То, что мы знаем о двух этих республиках, никак не может их аккортиризовать как центры русского национального возрождения. Если бы еще вернулся бы из эмиграции Герцен, вообще бы идеальный был русский парламент, я считаю, там Лево и Герцен, в центре и Паксака. Русских разводит не только царь, они еще и сами себя активно разводят. Здравствуйте, меня зовут Михаил Светов. У меня в гостях сегодня Сергей Сергеев, историк, автор книги «Русская нация. История ее отсутствия». И помогает мне сегодня публицист Михаил Пожарский. Разговаривать мы будем сегодня про русский национализм. Возможно ли в России построить национальное государство? И почему этого не случилось, когда эти процессы происходили на Западе? Добрый вечер. Добрый вечер. Один из взглядов, почему в России не удалось построить национальное государство, это потому, что Россия по-прежнему является империей. Что европейские государства, оставив позади свои имперские амбиции, они как раз превратились в национальные государства, которыми они сейчас и являются. И благодаря этому им удалось реформирование. Россия, вот нам пытались продать Ельцин, один из двигателей развала Советского Союза, как раз и было обещание, что у русских наконец появится национальное государство, которого они будут лишены. Они перестанут быть империей, но их обманули в 90-х годах. Национального государства не получилось, и мы понимаем, что Россия по-прежнему является империей, что у нас в составе страны состоят республики, которые не являются частью нашего культурного пространства. И именно поэтому... Мы делены особыми правами, большими, чем права русских регионов. Как было исторически, и всегда с периферии у нас в Российской империи в том числе. И это как раз и является тем препятствием, которое стоит у нас на пути к построению, собственно, этого национального государства. Я бы сделал одно уточнение только, что, конечно же, далеко не всегда империя и национальное государство – это противоположности. Англия, Великобритания, в 19-м и первой половине 20-го века вполне себе была одновременно и национальным государством, и империей. Вопрос, собственно, состоит в том, что какой тип империи существует. В США современно это что, не империя в каком-то смысле, да? Вот тот тип империи, который был в России, и отчасти, если брать другие европейские варианты, например, империя Габсбургов, да, такой тип империи, или там, тип империи, там, Османской, да, такой тип империи, конечно, противостоит и мешает построению национального государства. К сожалению, современная Россия, она сохранила все те же родовые признаки, так сказать, да, вот этой империи а-ля рус, так сказать, да, которая была и в Российской империи, и в Советском Союзе, так сказать, да, и РФ современная в этом смысле, да, наследует основные черты. Но мне кажется, что вне этого, вне построения русского национального государства, ну, наш народ просто обречен, так сказать, да, на деградацию, на мой взгляд. Вот альтернативы просто нет. Вот та структура власти, которая существует, она, разумеется, полностью противоположна национальному государству, потому что эта власть, она не подотчетна, так сказать, обществу, да, она над ним, она бесконтрольна, и поэтому, собственно, если мы говорим, что нация, это, прежде всего, народ, обладающий политическими правами, да, и реальными правами, да, то такая структура власти, по сути дела, монархическая, причем самой крайней формы монархическая, да, если вспомнить Аристотеля, то это, конечно, тирания, скорее, даже, потому что, вообще-то, Аристотель различает, да, монархию как идеальную форму власти, он говорит, что если правитель представляет собой некого полубога, так сказать, великого человека, так сказать, да, то ничего лучше монархии быть не может. Но, с другой стороны, если при такой структуре власти, ничем не ограниченной, правит какой-то не полубог, мягко говоря, а иногда даже вообще просто негодяй какой-нибудь, то тогда ничего хуже этого быть не может. Мне кажется, что вот именно такая структура власти и существует у нас, да и поэтому, да. А вот мы эту структуру власти на протяжении 20 века два раза меняли, так достаточно радикально и серьезно, то есть первый раз в 1917 году, второй раз в 1991. И каждый раз эта структура власти, она воспроизводила себя, просто возрождаясь там из пепла. Как Феникс, да. Почему это происходит? Где те самые грабли, на которые каждый раз мы напарываемся? К сожалению, это не какие-то просто обстоятельства, да. Здесь, конечно, причины достаточно фундаментальные, такие структурные. Речь идет о специфике русского общества, в котором не существует действительно каких-то оформленных общественных структур, которые могли бы действительно контролировать власть, да, которые могли бы мешать ей давать развернуться. Понимаете, когда, насколько я понимаю, приходят у нас к власти новые люди, да, и они, собственно, насколько я понимаю, видят, что им ничто не противостоит, по большому счету. Что вот чего не сделай, они не получат отпора. Это соблазн даже для людей ответственных, так сказать. А что уж говорить для тех руководителей, которые у нас были в 20 веке, так сказать, да. И у них, как бы, говорят словами Карамзина, самодержавие в их лимфе, в их крови. И, конечно, при такой вот, такой структуре русского общества, да, им есть где развернуться. И, к сожалению, заново возрождают вот эти самые тиранические, или, если угодно, деспотические, так сказать, структуры власти. Как так получилось, что в русском обществе не сформировалось каких-то институтов, способных контролировать власть, каких-то альтернативных центров власти? Потому что в той же Западной Европе мы видим, что там, помимо монархов, были аристократические корпорации, там были объединения торговцев, были города, были какие-то религиозные общины. И все это привело к тому, что вот они все между собой дрались за власть, они друг друга контролировали, контролировали, и в итоге сложилось так, что вот они вот решили, что лучше бы, чтобы права были у всех, и все были равны, да. А в России этого не получилось, потому что не было вот этих альтернативных центров власти. Вот почему они не сформировались? Ну да, совершенно верно говорить, что действительно Европа – это мир полицентричный, там действительно, или полисубъектный, если угодно. В социально-политическом пространстве полисубъектность. А в России, да, это пространство моносубъектно, только лишь верховная власть. Вот, короче говоря, если взять, если угодно, домонгольскую Русь, можно так сказать, да, домонгольскую Русь, и посмотреть, как там дело обстояло, да, и мы видим, что все-таки дело обстояло по-иному. Абсолютной власти князя не существовало. Мы хорошо это видим, что, во-первых, князь в своих отношениях с дружиной постоянно с ней советуется, ориентируется на ее мнение. В общественном сознании князь, не советующийся с своей элитой, выглядит всегда отрицательно. И, с другой стороны, мы видим работающие городские общественные структуры, так называемые вечевые структуры, да, причем они, вопреки распространенному, так сказать, мнению, работают не только в Новгороде и Пскове, да. Мы видим, например, что они работают очень активно в Киеве, например, в XII веке, там, постоянно вече приглашает или изгоняет князей. Но, более того, даже во Владимира Суздальской, Руси, которая считается, как бы, так сказать, матрицей тоталитаризма в России у нас традиционно, да, вот, несмотря на то, что там появлялись, конечно, князья-тираны типа Андрея Боголюбского, но, кстати, он плохо кончил, да, мы видим, тем не менее, что и во Владимире, и в Суздале, и в Ростове довольно сильные вечевые структуры, так сказать. Это все работает. То есть мы не знаем, как бы, во что бы эволюционировал бы в дальнейшем вот тот, во что бы эволюционировал в дальнейшем тот порядок, который складывался, сложился в домонгольской Руси. Ну, это трудно просчитать, потому что, конечно, еще раз повторяю, он не вполне стандартно западноевропейский. То есть феодализма в европейском смысле слова, конечно, на Руси не было. Это так. Но, многие историки совершенно справедливо говорят, но классического французского феодализма не было, например, и в Скандинавии. Феодализм – это такой зонтичный термин, который применяется к очень разным вещам, конечно. А что вы имеете в виду, когда говорите, что европейского феодализма не было? То есть не было договора между вассалом и Сильдареном? Не было. Ну, как на Западе, так сказать, дается феод, да, значит, какому-то феодалу, да, который придает клятву, так сказать, на службу своему Сюзерену. Да, вот такого не было у русских, у дружинников, у бояр, такие земельные наделы им не давались, так сказать. Была дружина, так сказать, с которой князь делился своими доходами. Шло распределение доходов между дружинниками. Это не похоже, конечно, на тот тип феодальных отношений, который существовал в Западной Европе. По крайней мере, в классическом варианте, положено. Мы не видим ни из чего, что к, условно говоря, 1237 году, так, к моменту монгольского нашествия, что на Руси существовало что-то подобное, так сказать, да, вот тому порядку вещей, которые мы уже видим, скажем, в конце 15 века. Он появляется после, все-таки этот порядок новый, появляется после монгольского ига. Хотя этот термин сейчас тоже, так сказать, многие стараются выбросить на свалку истории, да, но, по-моему, вполне нормальный термин. Ну, то есть, таким вот именно ключевым переходным моментом стало именно нашествие Баты, да? Нашествие, не само нашествие, разумеется, а система зависимости, которая установилась у Руси в отношении монголов. Система власть-подчинение русский князь, значит, монгольский хан, да, дальше проецировалась уже на отношения русских князья и их подданные, собственно, на Руси. И, кроме того, мы можем, что еще сказать, монгольское нашествие уничтожило большинство городов на Руси, да, и новый тип города, который появляется уже в 14-15 веке, это город как, скорее, крепость, а не как торговый центр. Большинство русских городов в то время представляют себе именно крепости, а не экономические какие-то центры. И что, естественно, при этом, да, его степень его общественного влияния, конечно, снижается. То есть, вы говорите, что все-таки вот основной переходный момент это монгольское нашествие. Вот, например, есть Ричард Пайпс, известный, да, и он писал о том, что социальная структура здесь, она была обречена изначально, потому что здесь была бедная земля, где сельское хозяйство не давало прибавочного продукта, в силу чего не сформировалось вот этого феодального землевладения, в силу чего не сформировались города как как бы центры торговли, которые формируются на вот этой сельскохозяйственной базе. Ну, хорошо, а новгородские земли, они еще севернее московских, например, положим там, да. Мне кажется, что все-таки я вообще не сторонник географического и там какого-то климатического детерминизма. На мой взгляд, все-таки история, она не сводится к этим факторам. Хотя я вовсе не отрицаю само наличие влияния, но мне кажется, что гораздо важнее именно факторы институциональные. Ну, а вот хорошо, почему такая невера так много внимания отдается вот этому историческому детерминизму? Мне кажется, сугубо патриотическое показать, что, так сказать, это не произошло не потому, что вот у нас государство там плохое, а иного вот быть не могло просто. Да, вот у нас это не получается, так сказать, демократия и так далее, но потому что вот дело всего вот в природе, в климате, в географии. Любую концепцию, так сказать, можно достаточно убедительно развить и сказать, что, ну да, вот смотрите, да, да, вот, и вроде все работает. Вот поэтому, мне кажется, просто надо предоставить более убедительные концепции, чем это. По крайней мере, я стараюсь именно этим понимать. То есть детерминизм, он все-таки находится не в истории, а в главах людей, которые в нее верят? Я думаю, что да. Ну, так с людьми можно работать. Люди, это все-таки материал такой. Ну, а для чего я книжку написал? Вот, мне кажется, что моя аргументация, ну, я надеюсь, может как-то все-таки на кого-то и воздействовать. Мне все-таки кажется, что, так сказать, собственно, политика, да, властные отношения, институциональные отношения, они не вытекают напрямую из географии, из климата, так сказать, да, и они важнее этих факторов в конечном счете. Европе пришлось пройти через уничтожение вот этих локальных идентичностей. То есть у Франции, как раз с ее делением там на Прованс, с ее делением там, господи боже мой, забыл. В общем, Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс. Вот, все вот эти вот французские губернии, я не знаю, как правильно назвать, регионы, да, они обладали, собственно, очень сильной идентичностью, которая для создания французской идентичности, ну, в общем, пришлось перебороть. В России этого не было. Не является ли это, наоборот, подспорьем для того, чтобы, собственно, минуя вот все эти сложности, через которые проходила Европа, да, создать у нас национальное государство, как раз потому, что нам не нужно внутри себя, за исключением каких-то отдельных, немногочисленных республик, да, побороться с вот этим вот раздвоением личности. Ну, понимаете, с точки зрения некого такого государственного единства, безусловно, это большой плюс. Это правда. Но мы все-таки, если мы говорим, что нации, это, прежде всего, политические права, то вот отсутствие как раз иных субъектов, иных центров, с которыми нужно договариваться, да, собственно говоря, не выработало как раз в русском политическом пространстве, так сказать, саму культуру договора с подданными, с которой вынуждены были этой культуре следовать те же самые французские короли. И даже при Людовике XIV, понимаете, так сказать, это вовсе не исчезло, хотя считается, что это пик там французского абсолютизма. Тем не менее, существовали региональные парламенты, у которых даже было право приостанавливать королевские решения, так сказать. Каждый раз с этими региональными парламентами нужно было договариваться. То есть все упирается в наличие права просто, да? Ну, это, в общем, на мой взгляд, ключевой момент, разумеется. Где реализовались национальные государства, так сказать, да? В каких странах? Там, где у аристократии были фиксированы права по отношению к монарху. Вот там, в тех европейских странах модель национального государства реализовалась. Правовые институты, это же тоже элемент культуры. Это не элемент культуры в вульгарном понимании народа, что такое культура. Я тебе объясню, что я имею в виду, да, вот когда приезжаешь в Европу, даже сейчас, вот все эти старые границы, тот же в Провансе приезжаешь, я несколько лет в Провансе прожил, да? Там до сих пор провансальский язык существует, да? Вообще, в принципе, Европа страшно раздроблена. У нас ты садишься на поезд, понимаешь, до Владивостока, едешь там семеро суток, приезжаешь в ту же самую страну, где люди не то что на твоем языке говорят, они, в общем, даже без какого-либо ощутимого говора говорят. Понимаешь, во Франции ты там 100 километров проехать не можешь, у людей там появляется какой-то местный акцент очень сильный. В России этого всего нет, да, и в то же время всего этого оказывается недостаточно для того, чтобы сформировать какую-то национальную идентичность в европейском смысле слова. Несмотря на то, что культурная идентичность у нас гораздо более гомогенная, чем была в Европе 100 лет назад или даже сейчас. Ну, значит, мы не очень правильно понимаем, что такое идентичность. То есть, что идентичность, она на самом деле рождается не из вот этой культурной гомогенности, она рождается из договора вот этих всех разнообразных центров силы. А я с этим согласен, да, абсолютно. Нет, у нас и своя идентичность есть, но она не договорная, скажем так, если можно сказать, да. Просто, мне кажется, это вещь, которую в России люди, которые там называются, поправьте меня, если я не прав, но люди, которые называются в России там националистами, это, мне кажется, они не отдают себе отчет, насколько вот то, что мы сейчас обсудили, да, вот это договорная природа отношений важнее, чем то, что мы, например, все говорим на одном языке. Этот элемент все-таки тоже важен. Кстати, если уж вы говорили, приводите пример Франции, ну, посмотрите, французская республика ведь затратила массу усилий для борьбы с региональными диалектами, для внедрения общефранцузской национальной школы. То есть, наряду со всем этим, и этот элемент важен, разумеется, тоже, потому что, если бы не альбегойские войны, с другой стороны, я думаю, может быть, Прованс вообще бы стал отдельным государством, кто знает. Да, но с другой, с третьей стороны, у нас есть пример Швейцарии, очень сильное национальное государство, где вообще полный качу кошмала. Нет, ну, мне как раз, мне лично как раз очень не нравится пример французского национализма тем, что там формирование этой нации, оно происходило очень грубо через кровь, через вот централизацию, через то, что там по всем просто проехали с государственным катком. И мне гораздо больше нравится пример Америки или Британии, где вот эта нация, она вышла, выросла именно из корней, выросла из договора вот этих региональных сообществ, и вот эти малые региональные идентичности, они не противоречат их вот идентичности общей. Ну, все-таки вы несколько, мне кажется, идеализируете, в целом я согласен, но вы несколько идеализируете и швейцарский там вариант, и английский, там крови тоже было достаточно вообще-то, если так посмотрим. Для русского национализма проблема состоит не в культурной недостаточности культурной общей идентичности, а именно вот в договорной. В этом я согласен, конечно. То есть нам, конечно, ну, если мы хотим действительно строить нацию, нам, конечно, нужно делать упор именно на эту сторону. Но тем более, что так или иначе, благодаря истории у нас проблем с, так сказать, с культурной идентичностью не существует. Как бы это объяснить современному поколению русских националистов, которые хотели бы видеть построение национального государства, но как-то его пытаются добиться немножко не теми методами. Вы сами сейчас признали, что культурный вопрос у нас более-менее в стране решен. Вот как бы им объяснить, да, что нужно сейчас не условно говоря там идти чурок бить, да, а все-таки попытаться добиться от государства вот этого общественного договора, вокруг которого... Да, у нас и очень много националистов, которые считают, что национализм это не то, что там даже чурок бить, а то, что национализм это значит любить царя батюшку и все эти негативные аспекты истории, вот, которые у нас есть. Русская общность сформировалась, безусловно, но это не нация, я предлагаю это называть служилым народом. Вот есть, да, есть служилый народ, есть самосознание служилого народа, и оно до сих пор очень крепкое. И, собственно, именно это самосознание и отождествляется национально. Но это, конечно, как мне кажется, ошибка, но главная проблема вот в чем, что, ну, что нужно, видимо, действительно как-то объяснить, что если нация, то она является сувереном, разумеется, и тогда ее волю должно выражать государство. Но то, что мы имеем сейчас, так сказать, да, ну, вряд ли можно, это я пытаюсь, собственно говоря, вот объяснить гипотетическим вашим вот этим русским националистам, которые говорят, что нам не нужны договорных отношений. Без этого каким образом, собственно, диктовать свою волю государству? Без этого государство само продиктует вам свою волю, да, вот эта государственная бюрократия, так сказать, да, она скажет, что вот национальный дух в нас, вот этой самой бюрократии, Еще одна важная, как мне кажется, мысль, это значение вот этой жалованной грамоты дворянству. Екатерина II. Да, да, да. У нас, насколько я помню, традиционно она преподается как вот нечто такое очень вредное, что вот узаконило безнаказанность, безответственность дворян. Это какая-то просто вот государственная диверсия, а вы пишете о том, что это как бы скорее момент такой положительный и прогрессивный, потому что, ну, вот хотя бы какая-то группа населения получила неотчуждаемые права. Да, конечно, разумеется, фон, социальный фон этой жалованной грамоты, а именно крепостное право, это все дело очень ужасное, и нельзя тоже отрицать этой стороны, что да, при этом существовали все эти ужасы крепостного права, Но само по себе появление группы, действительно, правда это были, собственно, ничего не политические права, а, скажем так, права гражданские, но это было впервые в русской истории, так сказать. Поэтому, конечно, это был действительно шаг, важнейший шаг в истории русского национального строительства. Собственно, вот жаловная грамота, если угодно, это правовой фундамент для начала русского национального строительства. Собственно, дворянство стало, русское дворянство после этого стало своего рода такой малой нацией, я бы сказал. И характерно, что именно дворянство инициировало в дальнейшем долгое время, именно эта социальная группа инициировала русский национализм. Именно из его рядов вышли, так сказать, те же самые декабристы, например, которые я считаю, собственно, главными русскими националистами в 19 веке. Ну и все последующие, и славянофилы тоже, и Катков, и кто угодно. Только в конце 19-го, начале 20 века появляются, собственно, идеологи и деятели русского национализма, которые не относились, собственно, к дворянству. Почему, опять же, русский национализм в той форме, в которой он проявляется сегодня, да, он носит характер, во-первых, глубоко этнический, и, во-вторых, он проявляется в том, например, что вот нужно, значит, идти войной на Украину, да, восстанавливать там русскую власть, и при этом под русской властью поднимается именно власть условного Путина, да, а совсем... При том, что в России-то русской власти, как раз вот в тех терминах, которых объясняете вы, ее нет. Далеко не все сторонники республик ДНР и ЛНР являются поклонниками Путина. Более того, с их точки зрения, как раз Путин это предатель этих самых республик. Но нет, да, но их удалось с помощью вот этой вот авантюры военной полностью нейтрализовать на политическом пространстве внутри России. Это была такая очень хитрая разводка со стороны еще царской власти, когда вот этих самых российских патриотов и националистов их разводили на то, что вместо того, чтобы там как бы бороться за какое-то освобождение русских в России, они должны ехать куда-нибудь там в Болгарию, спасать там братушек болгар, бороться с Османской империей там за какой-то панславизм и так далее. И вот так их, собственно, брали и утилизировали, грубо говоря. И сейчас же с ДНР и прочими происходит абсолютно та же самая история. То есть у нас были националисты, которые в 2011-2012 выходили на Болотную площадь вместе с либералами, выступали против Путина, выступали там за права и свободу русским. А теперь они где? Теперь после вот этого всего они поделились там на ДНР и батальон Азов и друг друга убивают прекрасно. Ну, значит, что касается панславистского сюжета в 19 веке, вы, конечно, несколько так огрубляете. Прошли великие реформы Александра Второго, да? Но, тем не менее, несмотря на все эти реформы, власть так и не пошла на главную уступку обществу. А именно, она так и не поделилась с ней, в общем, властью. Да, то есть общество так и не получило политических прав. Потому что земство это прекрасно, это хорошо, но земство совершенно было лишено всякого политического влияния. Общество, очень немногочисленное, кстати, русское, да, оно постоянно сталкивалось на вот эту стенку, так сказать. Они хотели принимать участие, собственно, уже в управлении государством и по своему, конечно, и образовательному цензу, и по своим, как бы, вообще по своим способностям. Многие эти люди там, ну, как бы, Иван Сергеевич Аксаков, его место было бы в русском парламенте. Место Каткова, тоже в русском парламенте. То есть это были бы две фракции, ну, более правая в лице Каткова и более центристская в лице Аксакова. И если бы еще вернулся бы из эмиграции бы Герцен, вообще бы идеальный был русский парламент, я считаю. Там левый Герцен в центре и Аксаков. Они, кстати, эти люди по стилю по-своему, вот посмотрите их публицистику, это же ораторство, прежде всего. Не является ли это как раз тем инструментом, который власти использовало для нейтрализации вот этих вот националистических и гражданских настроений, да, внутри собственного пространства? Понимаете, это все-таки, это слаблазнительная простая схема, но все-таки, если посмотреть вот конкретно на ситуацию 1976-1977 года перед русско-торецкой войной, мы видим, что ситуация иная. То шумит Аксаков, шумят славянские комитеты, Александр Второй очень долго, наоборот, не хочет ввязываться в эту войну, русско-турецкую, так сказать, войну. Он под большим нажимом общественного мнения все-таки пошел на это. Но он просто мог оказаться узником собственной системы, которую построил. То есть, я проецирую как бы современную реальность, да, на то время сейчас, да, и как я это понимаю, что действительно люди, которые вот на протяжении всей жизни были лишены какого-либо политического голоса, да, находят свой политический голос вот здесь и в силу как бы своего положения начинают его пытаться реализовать хотя бы вот на этой площадке. То есть, возможно, царь и не хотел бы, чтобы вот эти настроения получили ту силу, которую они в итоге получили, да, и вылились в парцлавизмы и в войны и так далее. Но систему, которая к этому их подвела, он создал сам. И создал вполне осознанно, да. Он создал ту систему, где вот их активность, она могла проявляться только так. Ну, в этом смысле, да. Во следующем, так сказать, вот такая примитивная формулировка, что это была просто какая-то разводка, так сказать, я как бы считаю, что ее не стоит использовать. То есть, русских разводит не только царя, они еще и сами себя активно разводят. Ну, причем, смотрите, действительно, эти славянские комитеты, это действительно была вот форма действительно общественной самодеятельности. Но как только война закончилась, их же по большому счету, ну, не то чтобы прикрыли, их практически взяли под полный контроль. Правильно, а почему? Это вот абсолютно же симметричная ситуация тому, что происходит с Украиной сейчас. Их там утилизовали, а тех, которые пытались вернуться, их сейчас активно сажают. Вот прямо я вот вижу сходство. Да, и всех относительно независимых полевых командиров там поубивали просто. Да. Нет, ситуация, безусловно, сходная. Не уверен, что всем это можно объяснить, короче говоря. То есть, причем многие из этих людей так и остались, в общем-то, так сказать, вполне себе антипутинистами, например, да. То есть, в картине мира Путин, это, наоборот, предатель Новороссии, который, так сказать, предал ее на истребление там и на уничтожение Украины и так далее, и так далее. Как говорится, никогда такого не было. И вот опять. У нас в гостях будет Егор Просвирнин, да, у которого вот есть такой сайт «Спутник и погром». И сайт «Спутник и погром» вполне себе был оппозиционный и даже находил какой-то отклик у либеральной там тусовки. Да, Навальный там с ним общался. Ксюша Собчак с ним общался, с ним общалась. И в какой-то, у них была миссия, да, как раз построить то, что они взяли интеллектуальный национализм, да, не совковый. И как вот, и как раз именно история с Украиной делегитимизировала все, что они говорили до этого, да, и, в общем-то, превращила их в ту самую, в то самое чучело национализма, против которого они якобы боролись вот несколько лет до начала украинской истории. Только-только удалось как-то легитимизировать свои взгляды, да, из пугала превратиться во что-то приличное, как-то все было похоронено в пользу непонятно чего вообще. Понимаете, ситуация была, как бы, крайне такая тяжелая для русского национализма в том смысле, что, ну, вариант «Да здравствует Украина», на мой взгляд, для русского националиста тоже неподходящий. То, во что ударились сторонники Новороссии, на мой взгляд, это тоже была большая политическая ошибка. Какого-то среднего пути между этим, к сожалению, не было выработано. Я не согласен с тем, что этого третьего пути не было выработано, потому что вот есть Алексей Навальный, который, на самом деле, сказал очень хорошую фразу о том, что Крым вам не бутерброд, да, о том, что мы, конечно, не одобряем аннексию, но мы не можем вот мнение двух миллионов человек, там, большинство из которых русские, просто взять и слить в унитаз. Мне вполне понятно, почему он на это все развелся про Свернин, потому что он изначально, в принципе, исходил из ложной исторической картины, ну, то есть, сформированной Галковским и прочими, о том, что, как бы, Российская империя была национальным государством, о том, что украинцы это русские, которых нужно там привезти обратно, пускай и силы, и я был практически уверен, что если эта украинская тема выстрелит, он поведет себя именно так, и что на эту разводку он разведется. Мне гораздо печальнее было смотреть, как на ту же разводку попалась национальный демократическая партия, как на ту же разводку попался Крылов и все те люди, которые, в принципе, никогда не испытывали иллюзий по поводу того, что такое российское государство, что такое российская власть. Моя позиция была в свое время, вот, она, как бы, эволюционировала, то есть, первоначально у меня, в общем-то, было, я не скрою, так сказать, тоже некоторое увлечение иридентисток и, скажем так, риторикой до определенного момента. Пока, конечно, в общем, та информация, которая стала все больше и больше, которая стала все больше появляться, стало очевидно, что, конечно, вряд ли вот эти самопровозглашенные республики являются центрами русской риденты. Вот если мы посмотрим, что писал Федор Михайлович Достоевский в 1977 году, в 1877 году, в дневнике писателя, где он говорит, что война все изменит у нас, там у него, я привожу эту большую цитату, у вас, как раз, в своей книжке, она потрясающая, в том смысле, что, насколько он верит, верил вот в какое-то чудо преображения, так сказать, того, что может произойти в результате вот этой борьбы за Болгарию. Я думаю, что приблизительно такая же логика была и у наших современных ридентистов, предполагалось, что ну куда оно, российское государство, денется, так сказать, да, вот у него ничего другого не остается, как в нынешней ситуации стать русским национальным государством. Возникла, да, такая вот иллюзия. То есть вот они те самые грабли. 150 лет уже одно и то же повторяется. Ну, это, конечно, очень печально. Нужно просто учиться на исторических ошибках, делать из них какие-то правильные выводы, потому что, если этого не делать, то вот эта вот разводка, она будет просто систематически работать, работать против вас, и никакого гражданского общества в России так построено не будет, и правового общества в том числе. Поколение, как бы, тех, кто боролся за национальное государство в России, начиная с декабристов, они как бы не передавали свой опыт последующим поколениям. То есть они что-то писали, но они писали там в стол, это не публиковалось, и то есть вот этой преемственности и передачи опыта не было. Очень любопытно, так сказать, я как раз об этом тоже пишу, что, например, как раз сами декабристы, которые возвращались из ссылки, видели в славянофилах своих преемников, а вот славянофилы своих предшественников в декабристах не видели. Вот это тоже мой любопытный момент. Но потому что другое поколение, совершенно других условий формировавшись. Если декабристы, это дети эпохи начала правления Александра Первого, с его свободами, стремлением к реформам, это непоротые поколения, как раз то самое, это дети тех людей, которые получили жалобную грамоту от Екатерины Второй. Ветераны Бородинской битвы. Да, участники его 12-го года и так далее, то славянофилы, это уже другое поколение, с которым задавлено вот этим диктатурой Николая Первого, его цензурой и прочими-прочими вещами. Я не соглашусь здесь, потому что в ту же самую эпоху, да, были левые, которые прекрасно собственный опыт передавали. Герцен точно так же прекрасно встречался с Чернышевским, да, они спорили, и таким образом эта преемственность была организована. Герцен давал Чернышевскому площадку в своей, в колоколе, где тот печатался и так далее. И вот в левой мысли действительно, и это причина, почему левая революция в России произошла, да, и удалась, потому что там действительно была преемственность, которая на несколько поколений растянулась. Националисты русские не смогли этой преемственности или не захотели ее организовать себе. Я не считаю, что давление государства является здесь оправданием, потому что в тех же самых условиях Герцену это удалось. Нет, что касается отношений Герцена с Чернышевским, так сказать, конечно, они были весьма сложными, да, но определенная, наверное, преемственность была, хотя, прямо скажем, конечно, не любил Александр Иванович Николай Гаврилович. Они друг друга не любили, это взаимно. Да, и как раз вот в моменте, если угодно, преемственности между Герценом и Чернышевским мы видим, как выпадает очень важный элемент из мировоззрения Герцена. У Чернышевского уже нет русского национализма. Герцен еще национализм, Чернышевский уже не национализм. Чернышевский просто левый, так сказать, да, у него его пафос основной социальный, так сказать, а не национальный. У Герцена все-таки вот эта национальная доминанта сохраняется и, возможно, даже, в общем-то, ну, по крайней мере, Мартин Малия там считает, что он, да и, так сказать, да, ну да, что прежде всего Герцен был именно русским националистом. А тут нужно еще вопрос задать, почему получилось именно так, а не иначе. Я готов, как бы, возможно, вот вы меня поправите, да, предложить свое объяснение. Это как раз произошло из-за разрыва Аксакова с Герценом, который произошел как раз на Польше, славянофилство, когда они перестали общаться. И Герцен оказался изолирован от русских националистов и, таким образом, именно левая часть его взглядов оказалась доминирующей. А разрыв из-за чего произошел? Из-за позиции по Польше. Да. Ну, понимаете, так сказать, вот позиция Герцена по польскому восстанию, ну, тоже, мягко говоря, спорная. Потому что, кстати говоря, вот Герцен отнюдь не поланофил и отнюдь не... В общем, он, скрипя сердце, конечно, поддержал польское восстание, поскольку понимал, что дело, на самом деле, проигрышное. Но он сделал, на мой взгляд, Герцен сделал большую политическую ошибку, поддержав польское восстание. Потому что дело ведь, ведь все-таки вот в чем. Ведь польское восстание шло не просто под лозунгом независимости Польши, а независимости Польши от моря до моря, от моря до моря, да? То есть это предполагалось отторжение от России, так сказать, в том числе и Украины, и Белоруссии. Под таким, конечно же, под такими лозунгами русскому националисту было подписаться довольно сложно. Герцен подписался. Отсюда, конечно, вот этот разрыв. Если можно спорить о том, что послучило мотивации для Герцена поддержать польское восстание, я, например, считаю, что это конкретно то, что хотя бы какая-то часть народа на тот момент Российской империи получила шанс на конституцию, как раз на то самое правовое поле, о котором мы говорили, которого была лишена остальная страна. Но большинство населения Украины, Белоруссии отнюдь не были поклонниками польских панов. Это, так сказать, совершенно очевидно. Смотрите, за что тогда можно было бороться? Там же не было выбора за Польшу, за Россию или за что-то третье лучшее. Там был выбор очень конкретный, это выбор, в который русский народ, российский народ на тот момент поставил именно царь. Мы сейчас в некотором роде в таком положении находимся, что выбор был дихотомичен, к сожалению. И в этой дихотомии, на мой взгляд, Герцен сделал как раз правильный выбор, потому что за что мог бороться тогда Аксаков? За что можно было бороться против Польши тогда исключительно за поддержание вот этой самой царской власти, которая не националистична. И все, что можно было в итоге добиться, это того, что вот эта антинародная, антиправовая власть, она бы распространилась еще дольше на Запад и еще дольше бы там находилась. Но вы забываете контекст временной. 63-й год, только что два года, даже меньше двух лет прошло, ну два года прошло с момента освобождения крестьян. На российскую власть в это время общество, она в нее в это время верила? Очень условное освобождение крестьян. Какое бы то ни было. Реформы продолжали. 64-й год, это земская реформа. Александр II и его правительство воспринималось тогда как передовая либеральная власть. И она действительно до определенного времени, по крайней мере до 1606-го, до 1606-го таковой была. И возлагать на нее надежды было вполне естественно. И я, кстати, вам напомню, что эта власть провела в том числе крестьянскую реформу в Польше, которую сами поляки, польские, так сказать, власть в восстании проводить не хотели. То есть, эта власть наделила польских крестьян землей. Они наделила ее в том числе под давлением тех самых сил, которые потом начали требовать Конституцию. Мне казалось, что все-таки крестьянская реформа, она очень многих оставила разочарованным. Ну, почему дворянству она не нравилась, это понятно, да. Но и крестьянство ведь тоже осталось разочаровано тем, что вот этим выкупом земли там длиной в 50 лет и так далее. Претензий к этой реформе очень много. Я бы сам лично мог бы тоже привести массу претензий к этой реформе, на самом деле. Но это тем не менее был действительно исторический эпохальный шаг, так сказать, вперед. Ну что, ну рабство отменено было в России. Все равно, так сказать, ну, как мы рассуждаем с позиции нашего современного опыта, что было дальше, так сказать. Мы знаем, что было дальше, да. Но это же было вот только самое начало реформ, так сказать, да. И поэтому предполагалось, что все будет двигаться еще вперед и дальше. Нет, ну это не задним умом мы понимаем. Это понял тот самый Герцен уже тогда, да. Потому что он возобновил спонсирование газет в России нелегальных, как раз когда получил сообщение о том, что крестьян отпустили без земли. Поддержка польского восстания не из этого исходила. Она исходила из его обязательств по отношению к европейскому революционному движению. Это его решение выводило его из числа русских националистов. Я не могу себе представить никакого националиста, который работает на другой национализм. В данном случае Герцен работал на польский национализм. Тут как бы выигрышная для всех ситуация. С одной стороны образуется правовое поле, как раз то самое, о котором мы говорили. С другой стороны, русское государство экономит деньги на том, что оно перестает зажимать этот народ. И с третьей стороны мы получаем пример соседей, да, и того, что это правовое поле. С другой стороны, если поляки могут стать свободными, то и русские могут стать. Понимаете, это рассуждение, с одной стороны, вроде очень теоретически правильное, но такие рассуждения хорошо делать, такой дискурс уместен для мирного времени. Я не вижу ситуации ни в каком, даже для себя, например, не вижу ситуации, при которой я бы поддержал какое-то, так сказать, национальное движение, да, не русское, так сказать, и стал бы на его сторону. Просто это невозможно. Ну хорошо, нет. И, по-моему, это невозможно для любого националиста. Нет, ну, а есть же все-таки разница между не поддержать, да, и, условно говоря, поехать воевать на Донбасс, да, или, как и Аксаков, там, поехать топить за императора. Но это все-таки разные позиции. Для него борьба с поляками, в данном случае, это была борьба за единство русской нации, поскольку поляки претендовали на отторжение исторических русских территорий. Это самое, что происходит сейчас. У нас тоже за единство русской нации все полезли на Украину и просто полностью отдали Россию на растерзание Путина и этой ужасной чекистской воровской власти. Ну и в целом сейчас у украинских националистов позиция, что вот, мол, у них единое унитарное государство, никаких прав русскому языку, там ничего такого не предполагается. То есть это тоже риторика, которую русским националистам поддерживать сложно. Но, тем не менее, можно же не вписываться хотя бы на стороне вот этой российской антинациональной империи. Если говорить о современной ситуации, то, ну, мне кажется, что, конечно, русским националистам пора уже сосредоточиться на внутренней проблематике, разумеется. Потому что, конечно, никакая эридента, ну, это миф. То есть, то, что мы знаем о двух этих республиках, так сказать, ну, никак не может их характеризовать как центры русского национального возрождения. На мой взгляд, одним из таких прямо очевидных родовых пороков национал-демократической партии было то, что они вы, даже, ну, были же члены национал-демократической партии, там они, в общем, намекали на то, что и к диалогу с властью, в принципе, открыты. Потому что там состоял Холмогоров. Ну, это было недолго. Который, ну, он там состоял и даже что-то писал и что-то решал. При этом это человек, который всю жизнь получает зарплату в администрации президента. Это просто, это вот Кремлит, на который там клейма оставить негде. Холмогоров, кстати говоря, в ту эпоху себя разыгрывал практически оппозиционером. Он же очень чуткий человек разного рода, так сказать, переменам. И вот то, что происходило в конце 2011-го, начале 2012-го года, он же как бы в эту струю тоже пытался вписаться. Я просто помню этого оппозиционера еще, когда он году в 2007-м активно участвовал в так называемом русском проекте «Единой России». Вот такой оппозиционерка с историей. Нет, у меня нет иллюзий по поводу Егора Холмогорова. Вы можете мне никак по этому поводу не объяснять. Тем более, что в конечном счете его недолгое пребывание в НДП закончилось тем, что он нас как бы не только кинул, но и просто постарался дискредитировать. Так сказать, этот эпизод вызвал целую мою, так сказать, реплику большую, так сказать, можно найти в интернете о Егора Холмогорова, где я, в общем, высказал о нем все, что о нем думал. Или вот, например, Ремезов, который долгое время был руководителем Института национальной стратегии, от которого сайт АПН, я так помню, что НДП с ним активно дружил. И Ремезов – это человек, который долгое время общался с ФЭПом, он общался с кремлевскими политологами. То есть, это явно предполагалось, что это вот такой вот мостик, при помощи которого там где-то с кем-то можно договориться. Я не вижу здесь даже с точки зрения сотрудничества с Ремезовым, что это была какая-то попытка диалога с властью. Ну, использовались возможности человека, который, с одной стороны, в общем-то, во многом симпатизировал национализму, да, с другой стороны, да, вот он был, конечно, да, вписан в официальные структуры. Предполагалось, что, да, возможно, какие-то плюсы от этого партии могут быть. Но я не думаю, что само по себе это сотрудничество как-то могло партии навредить. У меня вот лично НДП вызывало оторжение именно этим. То, что там Ремезов, то, что там Холмогоров, то, что там Светенков, все вот эти околокремлевские-кремлевские политологи, они вот там есть. И я это просто видел это в качестве такого первого, как бы, знака, символа того, что все это куда-то в итоге абсолютно не туда скатится. И, к сожалению, именно так это и получилось. Вы набили там собственные шишки, да, вот на примере НДП, и можно как бы хотя бы рассчитывать, что хотя бы вот люди, прошедшие через это, завтра, когда к ним придет там, я не знаю, какой-то условный человек от власти и скажет, ой, я теперь давайте вам буду помогать, давайте налаживать диалог с властью, да, вы ему скажете, что нет, иди гуляй, Вася. То есть вот та самая преемственность поколения, о которой мы говорили, она заключается именно в этом. Она заключается в том, чтобы люди, совершившие какие-то ошибки, могли предрестеречь людей, которые они не знают, да, от совершения ее повторно. И в среде, я возвращаюсь немножко назад, в среде либералов, да, левых либералов, социалистов, там, 19 века, да, эта преемственность все-таки на каком-то этапе была совершена. Нужно восстановить эту преемственность сегодня и помогать в вашем случае националистам, в моем там случае либертрензам, либералам не совершать этих ошибок. Мы видели, что происходит, мы как-то изучили историю худо-бедно, да, мы можем сделать какие-то выводы, нужно эти выводы передать. И задача, ну, там, я вижу в этом свою миссию, я думаю, Миша со мной согласится, я надеюсь, что вы со мной согласитесь, да, что вот для своей аудитории, да, когда вы видите, что, ну, мы стоим перед очередным вот таким вот разломом, да, но нужно предложить там свой комментарий, да, и поговорить с людьми, которые стоят на грани совершения той ошибки, через которую вы прошли, и через которую, перед которой будут стоять другие поколения. Я чуть-чуть добавлю еще, что, во-первых, все-таки история интересует широкую публику не просто как хронику, а как некое средство, которое мы можем знать, и которое не допустит повторения каких-то ошибок прошлого, и которое будет помогать нам выстраивать себе лучшее будущее, вот, и, во-вторых, мне кажется, вам не стоит как-то так недооценивать свою политическую роль, потому что вот я вот лично знаю какое-то количество там пообразованных людей, либеральных взглядов, которые говорят, что вот как как бы русские националисты в последнее время, как обычно, обосрались, но вот есть там Сергеев, который хороший и умный, и к его мнению стоит прислушиваться, то есть ваше мнение, оно имеет значение. Ну, мне кажется, что моя позиция достаточно прозрачно выражена, вот в том числе в моей книге, там, по-моему, все достаточно четко и ясно сказано. Если же вы из меня хотите сделать какого-то Мишеля Фуко, так сказать, да, который там делал заявления по разным, так сказать, этим поводам политическим постоянно, да, ну, это не мой темперамент, скажем так, но одно могу гарантировать, что поддерживать существующую власть я не намерен ни при каком раскладе, вот. И если в какой-то момент, как бы, понадобится какое-то мое экспертное мнение, вот, наверное, я выскажу его, выскажу именно то, что я думаю. Ни от чего зарекаться не могу, так сказать, кто знает, там, да, вот, вот, может быть, ситуация будет такая, что, да, это, я бы посчитаю, что это своим долгом, там, да, возможно, я посчитаю, что, да, такое заявление необходимо сделать. Ну, давать обязательства, еще раз повторяю, ну, я не могу сейчас. Ну, я готов на этом закончить. Ну, да, наверное, да. Спасибо, что смотрели нас, меня зовут Михаил Светов, в гостях у меня был Сергей Сергеев, автор книги «Русская нация» или «История ее отсутствия», помогал мне публицист Михаил Пожарский. Подписывайтесь, ставьте лайки, посоветуйте нас друзьям, и если вам нравится, посылайте нам свои биткоины, мы проект некоммерческий, и делаем все для вас. До новых встреч, и спасибо, что смотрите. Спасибо вам. Спасибо большое, Сергей, было интересно, мне кажется, хороший эфир получился. Спасибо.